Хотя девочек-борцов на татаме было значительно меньше, конкуренция от этого была не менее жесткой. Василиса – опытный спортсмен. Зюдо занимается пять лет. Челябинка уже не в первый раз участвует в соревнованиях различного уровня. Я боролась сразу на четвертый финал, вышла в полуфинал. Там, к сожалению, проиграла девочке. Сейчас буду бороться за бронзу. Надеюсь, что стану бронзовой козеркой. Все девочки очень сильные, достойные соперницы. Нет слабых вообще. В прошлый раз турнир по дзюдо проходил только для участников из Челябинской области. В этот раз география состязаний стала шире. В основном соперниками южноуральцев стали борцы из Екатеринбурга. Вторую схватку проиграл, к сожалению, но все равно буду исправлять свои ошибки и двигаться дальше. Перешел в другую категорию. Раньше был в 50 килограмм, сейчас в 55. Мне сейчас как бы уже немножечко тяжело перестраиваться, но я все равно буду справляться и буду стараться в этой весовой категории. Соревнования проходили в течение двух дней. В них приняли участие дзюдоисты 2008-2009 года рождения. Все спортсмены показали высокий уровень подготовки. Уровень очень высокий и технику ребятам демонстрируют достаточно высокую. Волевые качества, физическая подготовка на должном уровне. Организаторы постарались сделать все условия для того, чтобы мы хорошо поборолись. Ну и спортсмены, соответственно, показывают великолепную технику. Возможность проводить соревнования такого уровня появилась после строительства нового ФОКа. Спортивный объект подарил городу Кыштымский медиаэлектролитный завод. На площади в 2000 квадратных метров созданы все условия для занятий дзюдо, боксом, женским волейболом и скалолазанием. По всем этим видам спорта уже принято решение проводить соревнования областного уровня. Вот сегодняшние соревнования, одни из них, они уже на старые по значимости. Сегодняшний ФОК позволяет проводить по техническим и физическим, по уровню чемпионат области. Даже можно проводить УРФО и России. Призеров и победителей турнира отметили медалями и кубками. Для спортсменов подготовили и отдельный приз за лучшую технику. Кстати, в предстоящем году планируется провести еще 9 крупных состязаний.